Александр Васильевич, вот такой неожиданный вопрос. Мы знаем о том, что Вы выступали за открытие в России мемориальных немецких кладбищ. Вот и хотелось бы, чтобы Вы свою эту позицию как-то пояснили, потому что, ну, еврей, блокадник, потерявший войну, всех, кого только можно было вообще потерять в этой жизни, всю родню, не считая родителей, естественно. А как родилась у Вас вот эта идея? В ней не сама идея, а как Вы решились эту идею поддержать? Ну, это не очень просто, на самом деле, действительно. Швейцер, по-моему, писал о том, что отношения к военным кладбищам определяют культуру, вернемся, для нас. Понимаете, какая штука? Мы живем в 21 веке, и кровь рождает кровь. И надо поставить на эту точку. Кроме того, я видел современную Германию, это другая страна. Это страна, где приняты жесткие законы против фашизма, которая прошла покаяние. Мы, кстати, не прошли покаяние, у нас таких законов нет. Почему мы пожинаем из кинфяйдеров, нацистов, чего хотят сейчас, да? Вот. А у них есть. И эта страна, это не та коричневая страна, которая воевала с Советским Союзом. Кроме того, я не один там был, там были наши фронтовики, солдаты, боевые люди, израненные, с орденами. Наши танкисты обрадались с немецкими, выяснилось, я с ними очень много времени провел. У них тоже были заграды отряды, тоже приказ 33-7, выпущенный гитлером или по другим номерам. Это не важно. Это солдаты. Это солдаты, которые, так сказать, воевали на передовой, погибали. Самое большое в Восточной Европе, кладбище немецких солдат. Около 80 тысяч человек, погибших под Ленинградом. Рядом с Синянинскими высотами. Рядом с нашими кладбищами. Я скрыл положил под голову Синянинскими высотами, а ногами упирается Владово и Нему, писавший случай, фронтовых поэтов Александр Межин. Недавно ушла через жизнь. И немецкие ребята приезжали, ухаживали за советскими кладбищами. И объединенные отряды разыскивали останки немецких солдат и наших. Немцам было легче искать. У них были жетоны. В 1942 году, чтобы секретный приказ Сталина отменить солдатские жетоны, чтобы скрыть число потерь. С нашими по этому делам сделано гораздо сложнее. И очень у меня потряс случай, когда выставка была арестован к Воленинградскому. И они, ну что с временем Воленинградской деятельности, это была казнь. Вот, и, понимаете, значит, одна девочка десятилетия нарисовала ее рисунок. Значит, холмик такой, травка и две могилы рядом. Советская такая тупочка со звездочкой фанерная, да? На ней пробитая пилотка. Немецкий черный крест и пробитая немецкая краска. Вокруг птички поют, травка, мир. Я на нервной почте написал вот такую песню. Ленинградские дети рисуют войну. В ней сказано что-то, что я... Почему? Я принципиально участвовал в этой акции. Кроме меня участвовал еще замечательный писатель, плакатник Дэль Александрович Крайнин. Вот. Потому что у нас новый век, новые друзья и новые люди. Продолжение следует...